ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Семь этапов вы подарили нам невероятное шоу. Мы с вами встречались перед началом сезона. И вот теперь скажите, оправдал ли сезон ваши ожидания? Можно сказать, что он стал лучше, чем предыдущий? Не то слово. Он стал не просто лучше, чем предыдущий, а он обогнал даже мощнейший сезон 2021 года, когда еще были у нас иностранные пилоты. В 22-м мы из-за отсутствия десятка мировых суперзвезд, конечно, переживали, но 23-й показал, что наш чемпионат действительно один из сильнейших в мире. Ну, по-честному, самый сильный. У нас единственный двукратный чемпион есть, Кубка мира, обладатель. Так что, да, мощнейший сезон. Нас очень порадовали и заезды, и зрители. Ну, аж финал в Сочи, это, конечно, была феерия. Полная трибуна, проданные билеты, где-то за неделю, наверное, уже солд-аут был до начала. И самый красивый заезд. Ну, и, конечно, как любому организатору, это всегда очень приятно, когда судьба чемпионства решалась в последнем заезде, в финальном. И это, конечно. Дмитрий, ну, а вот передайте вот свои эмоции, когда наблюдали вот эту сумасшедшую интригу, да, где совсем молодой еще парень, да, сражается вот этими признанными гонщиками, и вы сами сказали дополнительный заезд, когда вы поняли, что вот это вот все происходит, когда это все может выгореть, что вы чувствовали в этот момент? Ну, меня так немножко подколбашивало, извините, да, за сленг. В целом всегда это происходит, потому что такой уровень накала, это же 30 секунд всего лишь, в отличие от классических гонок, когда ты два часа можешь смотреть, как они там мимо тебя ездят, и не особо, в общем, как-то проникаешься. А здесь 30 секунд мощнейшего напряжения у всех, у пилотов, у команд, у зрителей, и все вот это вот так прям вибрирует и заставляет тебя не просто там переживать и как-то болеть, а немножко цепенеешь даже. Вот хочется и про победителя, да, Георгия Ичевчана, это новое историческое достижение, потому что пилот из Красноярска завоевал очередной титул и стал четырехкратным обладателем. Еще до начала сезона ожидали, что именно Георгий станет победителем? Ну, вы знаете, в дрифте все всегда очень непредсказуемо, поэтому делать прогнозы в начале сезона, это вообще дело неблагодарное совсем. Даже опыт, он же опытный. Нет, ну, опыт и опыт, он был трехкратным, и сколько лет после этого не выигрывал ничего. Даже там не подходил близко. Ну, то есть только призовые места, и то там всегда это было с большим трудом. И несмотря на то, что в целом все гонщики, которые, ну, на вершине, в общем, нашего чемпионата, они все достойны быть чемпионами. Георгий, конечно, это, ну, отдельный такой бриллиант в короне российского дрифта, да и мирового. Так что, ну, вот в конце, наверное, было, вот уже было ощущение, что он настолько мощно движется, вот именно в Сочи на финальном этапе, после того, как Квалу он проехал и выиграл ее, вот тогда я понял, что, наверное... Не упустят. Наверное, уже все, уже прям такой цепкий был настроен. Дмитрий, а про Антона Козлова, если говорить, что помешало в итоге нехватка опыта? Просто весь сезон он достаточно стабильно выступал. Вы знаете, я вот много читал уже каких-то отзывов, там, аналитики. Я не разделяю вообще определение, что ему что-то помешало. Потому что ворвавшись в сезон одного из сильнейших мировых чемпионатов, сходу, просто с ноги открыв дверь и заняв второе место, и, в общем-то, ну, имея все шансы выиграть чемпионат, я считаю, что это достижение, ну, высочайшее. То есть трудно говорить о какой-то помехе, я тут с вами согласен. Это тут не то, что помеха, а наоборот. Он, мне кажется, он показал даже больше того, на что он был способен. Тогда вот в этой, как вы, хорошее определение дали, корона российского дрифта, да? Если один это бриллиант, то Козлов, он... Он пока алмаз не ограненный, но уже некоторые грани видны. Ну да, для пилота, для новичка, для инмутанта это невероятный результат. А вот прошлогодний победитель Аркадий Цереграцев в этом сезоне всего лишь 60-й. Вот так не смог выиграть ни одной гонки. Ему вот что-то помешало? Машина там, невезение или что? Почему такое? Во многом, я думаю, что это стечение обстоятельств. Потому что, опять же, из-за того, что короткие очень заезды, максимально нужно выкладываться. И не только человеку, но и технике. У Аркадия, насколько я помню, и первый, и, по-моему, даже и второй этапы совсем не зашли именно с технической точки зрения. Не повезло реально. То есть это такие поломки, которые прогнозировать нельзя. Вот. Поэтому дальше догонять уже было очень и очень сложно. Опять же, для нас, на самом деле, для всех, кто участвует, самое важное – это красивые заезды. Потому что их любит зритель. И неважно, ты за какое место бьешься, за первое или за 16-е. Важно, что ты на все деньги просто, вот ты отдаешь всего себя, едешь как в последний раз, и тогда и зритель это чувствует. И пилот получает удовольствие, даже если он проиграет. А, вы имеете в виду, то есть, может быть, заезд за первое место, ну, как сказать, он не очень красивый и не очень зрелищный, сразу чувствуется какая-то недосказанность? Так бывает. Редко. Мы стараемся, все пилоты стараются такого не допускать. А это вот какая-то работа перед заездами ведется, да? Ну, конечно, там же есть тактика какая-то определенная, там есть, ну, какой-то там сбор информации. У нас есть так называемые споттеры. Это, ну, по сути, такие тренеры или консультанты, да? Тот, кто стоит на трибуне и наблюдает проезды не только своего пилота, а еще всех остальных и записывает какие-то их особенности, кто как движется, у кого какие особенности, какие перекладки, как постановка происходит и так далее. И, конечно, да, на таком уровне чемпионата тактика тоже иногда, в общем, начинает играть ключевую роль. Но у нас это считается, ну, не совсем, как говорится, в кавычках, по-пацански. Ну, да, Дмитрий, спросим, естественно, и про выступление вашего сына. Как себя проявил? Потому что все равно для него это дебютный сезон в серии. Смог даже выиграть квалификацию в Санкт-Петербурге. Условия непростые. Там же вообще дождь лил и все сыпы. Подождем. С профессиональной точки зрения, как бы вы оценили вот этот сезон? Ну, я, конечно, очень доволен результатом, честно скажу, без нужной скромности. Я его в машину вообще в картинг посадил в 4,5 года. К сожалению, у нас не получалось прямо каждый год гоночные сезоны выезжать, там то школа, то еще какие-то там дела. Но где-то вот уже под конец, когда повзрослел, 3 сезона он в картинге провел и неплохо очень ехал. Я считаю, что это самая важная история. То есть база должна быть с детства, именно гоночная база. 4,5 – оптимальный возраст на ваш взгляд? Ну, вообще 6 лет можно. 6 лет. Дочка у меня в 6 лет начала ездить. В общем, девочки 6, мальчики 4,5. Мальчиков тоже 6. Ну, просто он ходил. Сейчас мы показываем как раз-таки заезд сына. Ну, слушайте, невероятный результат, как мы уже сказали. А вы давали ему какие-то советы на протяжении вот всего сезона? Или вот что после Санкт-Петербурга, после этого этапа ему сказали? Ну, конечно, давал. Но дело в том, что сейчас уже бывает момент, когда он мне советы дает. Так. Да, несмотря на мой там несколько десятков лет в автоспорте, сейчас он уже начинает понимать на таком уже тонком уровне, что с точки зрения настройки машины, однозначно, я вот подождю. Я всегда у него спрашиваю, какие у него настройки, когда сам еду. Потому что у него это лучше получается, чем у меня. Потому что они вот сейчас это практикуют, это лучше получается? Или это немножко... Нет, наверное, потому что как-то быстрее схватывает, быстрее понимает, я думаю, что в этом причина. Потому что, ну вот, я думаю, это началось в тот момент, когда он меня в картинге обогнал. Вот с этого момента я начал понимать постепенно, что он уже быстрее и все, можно уже у него спросить. То есть его дидактики какой-то там нет смысла. Дмитрий, а вот действительно, вот сейчас интересную тему такую затронули, любопытно даже спросить, автоспорт, вот, ну, как бы странно это не звучало, он стал быстрее? Очень часто говорят там про командные виды спорта, которые мы здесь часто обсуждаем. Футбол стал быстрее, нет смысла его сравнить с тем, что было не то, что там 10 лет назад, даже 5 лет назад. Вот в контексте автоспорта можно вот такими категориями оперировать? Конечно. Все то же самое. Тоже быстрее, мощнее, дальше. Конечно, если брать кольцевые классические гонки, там пытаются ограничить мощность, пытаются ограничить аэродинамику каким-то образом, там, по геометрии, по машинам. А в дрифте-то у нас нет ограничений. Поэтому каждый год скорость постановки, максимальная вот эта скорость перед тем, как машина начинает ехать боком, она растет на всех автодромах. Единственное, мы как можем регулировать, мы просто разгон сдвигаем, чуть его делаем попозже, чтобы они, ну, совсем уж там в космос не уезжали. Ну и все. Машины все быстрее. Каждый год машины быстрее. На тех же шинах, с теми же, в общем-то, тех требованиями, но они быстрее. В этом году выступало немало новичков. Как они себя проявили и насколько они внесли вот эту вот зрелищность, интригу, о которой вы много говорили, от которой... Я считаю, потрясающие вообще дебюты у всех молодых, кто выступил. И братья Поповы тоже порадовали. И меня даже, знаете, больше всего, что радовало, удивляло и радовало, это скорость их адаптации. Старички, когда едут, если даже новые трассы, новые чемпионаты, очень медленно вкатываются. Можно там год-два где-то там протошнить и постепенно только, несмотря на, в принципе, мастеровитость. А здесь первый этап никуда не едут, шестой этап финал едут уже. Вот примерно такая динамика. Поэтому я, конечно, очень доволен. И надеюсь, что в следующем году у нас еще появятся молодые. Сейчас, по крайней мере, уже команды ведут работу. И, в общем, пора пенсионеров менять молодых пилотов. Да, но это вот как вы и сказали, что, видимо, молодые быстрее чувствуют, да, вот это учитывают. Интересный факт. Я прочитала, вам удалось, как вы выразились, формализовать основу правил дрифта. А почему только сейчас и насколько это сложно было сделать? До этого не было таких неких правил. Я бы сказал, не то, что удалось формализовать, а удалось начать вот этот процесс формализации. Дело в том, что дрифт изначально, вот со своей Японией, ну, с родиной этого дрифта, этого спорта, он был исключительно субъективным совсем. То есть был судья, который царь и бог, и он говорит, вот вы должны ехать вот так, и вот так. Я вот так вижу, вот ты вот выиграл, ты проиграл. А почему? Очень сложно было объяснить и плотом понять. И вот весь процесс, он в мире, проблемы одни и те же, что в Америке, что в Европе, что у нас. И я еще в бытность свою членом Международной комиссии по дрифту, я вот этот процесс начал. И сейчас, благодаря еще огромной работе всех наших судей, которые мы провели, да, мы смогли что-то формализовать. Мы, ну, не как фигурное катание. Вот сейчас, когда идет же, да, трансляция, видишь, там цифры уже сразу на экране идут. У нас пока такого нет, но мы к этому очень стремимся. Здорово. И надеюсь, что, ну, через несколько лет уже будет тоже все сразу понятно. Вот вы про судейство как раз говорили, наш следующий вопрос, да, потому что в этом году появились половинки баллов при оценивании. Насколько эта практика приживет в следующем году? Тоже это увидим? Да, как бы еще до одной десятой бы не пришлось опускаться. А там очень простая история. У каждого критерия есть максимальный балл, который судей может поставить. Допустим, по 35 баллов. И когда на трассе несколько зон, допустим, 5, делим, получается всего 7 там максимум в каждом. А разница в проездах будет огромная. И просто этих 7 не хватает на все. И просто нужно, ну, вот чуть-чуть он прям не доехал. То есть он, ну, это точно не полные 7, да, но и не 6. Вот отсюда и пошли половинки. Ну, мы так понимаем, что сейчас у вас уже заслуженный отпуск. Или вы начали готовиться к следующему сезону. Вот расскажите про планы на будущее, потому что очень интересно, есть ли у вас там в планах расширение, добавление новых этапов, новых трасс, новых городов. Это очень интересно. Конечно, есть. К сожалению, отпуском не пахнет. Зимой нужно проделать огромную работу и организационную. И как раз вот именно наши такие стратегические планы по расширению. Нужно посетить все те места, площадки, на которых мы планируем впервые проводить этапы в следующем году. Пока не могу сказать, какие, потому что есть еще вопрос, есть выбор. 5 городов в этом году, да, у вас было? А я что, ты не считал никогда? 7 раз, 6 этапов, да, и там. Все посчитали. Мы посчитали. Ну, кто еще добавится, пока не можете сказать. Да, пока не могу, но сразу могу сказать, что есть интерес очень большой к международным гонкам. Все-таки он сохраняется. И хотим в каком-то дальнем зарубежье, но в дружественной стране. Вот я туда скоро еду. И планируем переговоры. Не факт, ну, вернее, точно в следующем календаре, в следующем сезоне не будет этапа, именно регулярного этапа чемпионата. Но планируем какой-то такой отдельный кубок провести где-то ближе, там, к осени, к зиме, в теплом месте. Я надеюсь, что все будет, ну, складываться правильно и хорошо. Отличные планы. Прекрасно. Мы желаем, чтобы все эти планы у вас осуществились. Дмитрий, огромное вам спасибо. Дмитрий Добровольский был у нас в гостях. Ну, собственно говоря, у нас на этом все. Да, следующий эфир программы «Все на матч». Смотрите 18.35. Хорошего дня. Продолжение следует...